Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, начнем нашу сегодняшнюю беседу, нашу встречу О воинских, славянских традициях В нашей беседе посмотрим, рассмотрим историю, наследие Пройдем путь от русских витязей, богатырей Посмотрим, что у нас происходит в наших сегодняшних школах боевых искусств Многие адепты говорили о том, что в наших традициях отсутствует ратное ремесло Где готовили воинов, профессионалов, также люди-дружники Занимались военным обучением, как неотъемлемой части своей жизни и образа Итак, давайте посмотрим В нашей беседе мы посмотрим о исторические моменты военного дела Посмотрим, какие оружие, успехи Древней Руси Ратные обряды, посвящение Народно-воинский фольклор И воинские умения Рукопашный бой В котором наши ратники не имели себе равных Великое несчастье для прямого сына Отечества Если он, ежели он не знает нравов и обычаев своего народа Играй не стыд, когда он, вказав пренебрежение к получению своего сведения Заимствует их единой суетности, нрава и обычаев иностранной Которые делают его в глазах народа смешным и привыкем А для услуг Отечества не только неспособным, но и опасным Граф Воронцов Итак, военное дело История военного искусства славян и Древней Руси Не могла не отразить в себе все важнейшие этапы нашей истории Расправила большую часть своего существования в войнах И это позволило накопить огромный опыт боевого искусства Богатырство на Руси, доблесть и храбрость наших воинов Их жертвенность ради победы Основывалось на воспитании и укладе жизни, образа жизни Воинов-русов Древнее воинское искусство наставило немного письменных следов В связи с тем, что вообще принятой привычной грамоты не существовало Да и в летописях не обращалось особо внимания на обычное повседневное Тем более на дохристианское и языческое Кроме греческих, римских и византийских упоминаний Ратные традиции отразились в наших народных танцах В песнях Следы их присутствуют на славянских украшениях и вышивке В обрядах и символиках В славянских былинных исказаниях о богатырях и добрых молодцах О боевых традициях Передаваемые Из поколения в поколение Считается, что в отечественной литературе Впервые о ратном искусстве славян Напоминаются тонко Сусловия о полку и вере Древнее русское воинское дело развивалось Из воинских искусств Про славянских племен Большой интерес Представляет военное дело славян Антоп, Венедоп, Скловеноп В начале нашей эры Когда они переходят реку Дунай Определяющую северо-восточную границу Рима Завоевывали города на Балканском полуострове Зачастую побеждая хорошо вооруженных Войска империи Имя Анты Которые когда-то носили племена юго-восточных славян Родственное поведение Образначающее побратимство Что характеризует положение Славянских племен и воинов Войске В 517 году Крупные силы славян со значительной конницей Вторглись в пределы восточной Римской империи К началу 7 века Многие славянские племена Прочно обосновались на Балканском полуострове В этот период отмечается ряд походов славян Так что в 610 году славяне с моря и суши Осадили соуни В 623 году славянские флотилия Появилась у берегов острова Аклип И успешно высадила там свои войска В руках славян оказались почти Весь Балканский полуостров И к 16 веку они составили значительную часть населения Греции Летописты тех лет отмечали Их военное мастерство, умение Использовать в своих интересах Особенности местности Смелость и воинскую изобретательность В 6 веке император маврикий стратег писал Их никоим образом нельзя склонить к рабству При подчинении своей стране Они многочисленные, выносливые Легко переносят жар, холод, дождь, моготу Недостаток в пище Племена славян любят свободу Не склонны ни к рабству, ни поименению Храбры в особенности в своей земле Выносливые, дьявшие их Очень искусно владеют оружием В основном организации славянского войска Лежало общественное устройство Деление на родовые и племенные отряды Родовые и племенные вожди Поддерживали войску необходимую военную дисциплину Племенные и родовые связи Обеспечивали сплоченность воинов в бою Можно сказать, что вообще Общественное устройство славян в 6 веке Представляло собой военную демократию У вас, которой принадлежало совету старейшей Собранию племени, вечи Или собранию племен В военное время Князю, военачальнику Славяне с одинаковым успехом Воевали с пешим войсками на берег Искольницы Научились брать самые неприступные крепости Применяя разного рода военные хитрости Тактика древних славян заключалась Не в изобретении каких-то форм Построения боевых порядков Чему придавали исключительно значение римляне Геозандейцы А в многообразии приемов нападения на врага Как при наступлении, так и при обороне В использовании боевого опыта Кочевников и других оседлых народов Можно говорить о периодах преобладания воинского настроя В племенах славян Чередующих с мирным устроением жизни Когда не было прямой угрозы существованию всем делами В племени заправляли резецы волхвы Волхвы непосредственно принимали участие в боевых действиях А также в наставлениях и в обрядовых действиях Когда отправляли воинов на битву Ярким свидетелем военных успехов русских воинов являлись победы Все мы знаем из истории школьных и других источников Что победы над западными захваченными на Чутском озере И на Восточном, над Восточным, на Куликовом поле Ледовое побольше произошло на льду Чутского озера В 1242 году В этом бою новгородские полки под преводительством князя Александра Невского Разбили на голову немецких рыцарей Ледовое побоище, известное в истории русского военного искусства Как образец быстрых и правильных Своей на точки зрения решений Принятых военачальником Александром Невским А также умелых действий отдельных отрядов У нас лучников Забрасывающих неприятеля туч и стрел Тяжелово вооруженных отборных воинов С копьями, мечами и щитами Составляющих центр русского построения Наконец, конные отряды Нападавших на фланги неприятельских групп Помним про Куликовскую битву в 1380 году Являлась главным боем русского народа За освобождение от Мангкота такского века Здесь впервые соединились полки различных русских областей И уделов по предводительству Великого князя Московского Дмитрия Ивановича Прозванного за эту битву Донским Куликовская битва памятна русским людям С одной стороны, как блестящий пример Единение разрозненных в то время русских областей Целью поражения врага Вторгивши на родную землю А с другой Искусственного начальника, сохранивших дух И резервы Самое важное имя боя И самое главное имя Куликовское сражение явилось Отравной точкой для единения русских людей И для возникновения централизованных в Московской Руси А в дальнейшем в России Мечта о прочном мире Устремленность к нему характерна для русской традиции Слово полку Игореве Четко и ясно говорится Что честно сражаться за родину И приносить себя в жертву Когда выхода не остается А бесчестно предавать И поворачивать оружие Против своих мратьев Загородите полю Ворота своими острыми стрелами За землю русскую За рану Игоря Буйного Святославича Вот так мы видим Как наши Ратные войска Подготовленные Маневренные Умевшие действовать В разных условиях Используя Те местности и территории Побеждали врага Отражали набеги С разных сторон С юго и с севера И с юго и с востока С севера и с запада Кульковская битва Пересвет Участник болевого действия Сражавшийся с Чулубеем Много тоже в нем написано Что воин Это во время Серга Родонежского Когда было на Руси Двоеверие По пересвету Хорошо описано В книге Алексеева Где были При Серге Родонежском Готовились специально обученные Войны Для защиты Нашего отечества И вот один Никаких подготовленных Войнах Который вступил В схватку С югоубей И внялся Пересвет Сейчас Мы рассмотрим Оружие И доспехи Славян Которые Использовались В бою Оружие Славян На рубеже Эры Составляли Лук Стрелы Копья Дротики Мечи Длинные ножи Кинжалы Щиты Кожаные Защитные Одежды Пешие Славяне Славянские Войны В эпоху Великого Переселения Народов Четвертых По Седьмого Века Использовали Копье Топор Липалицу Лук Состренными Редко Короткий Меч Как правило Войн Несел С собой Несколько Видов Оружия Наиболее Примальных Комбинаций С учетом Своеположения И особенностей Ведения Боя Вот здесь Хочу Сказать Спросить Вот Нашей Мифологии Северной Традиции Ольга Броняновой Автора Книги Приключения Ярого Бога Есть Момемент Когда Петал Раз Показывает Оружие Бога Ирила Для Выбора Скажите Кто нибудь Назнакомливался Читам С данной Книгой Наших Мифологий Про Приключения Бога Ярого Бога Вот там Хорошо Показано Тоже Вооружение Когда Китовраз Подводил Ярого Ярила И тот Выбирал Оружие Которые По душе Там Многообразие В том числе Перечисленные Или топоры Ножи Мечи Луки Палицы Вот Это вооружение В котором Наши славяне Находили на битву В походах Наших Далеких Предков Характерны Были Применение И кожаных Одежд И шкур В качестве Доспеха Или Сражение Без совсем Одных Чем Славяне И остальные Варвары Весьма Изумляли Кудурных Берегов И Римлян Здесь Хочу Маленько Отступить От Этого События Про оружие И Вспомнить Кинофильм А смотрели Вы Кинофильм Русь Изначально Вот Этим Фильм Показано Очень Хорошо Когда Наши Войны Вошли На битву Многочисленной Группой И На них Вели Одежды Из Кожаной Одежды И Во Время Вступления В бой Наши Славяне Понимали И Некоторые Оголяли По пояс И Шли В бой С оголенным Торсом Гандийский Литописец Шестого Века Прокопки Прокопики Сарийский Ипоминает Об отсутствии Доспехов В те времена Панцирей Они никогда Не надевают И Ныне Носят Рубашек А Одни Только Штаны В те времена Атрибутом Война На севере Востоке Европы Была Звериная Шкура Чаще всего Волчья Или Медвежья Шкура Крупного Хищника Так же Как Дурка На Кавкаде Могла Защитить От Излетных Стрел Или Неслиском Острого Рубящего Бронзового Оружия Свидетельствовала Она Об отрестувствлении Со Зверием Хищника Отсутствие Жек Избехов И Даже Одежда Говорила О бесстрашии Готовности Войнах Войнах Героической Смерти Пришли Нагими И ушли Так А же На Ружи Бежит Третьих Духового Тащередельной Эры Военное Ремесло Бронзового Века Достигало Промышленного Уровня Значительного Совершенства Наступательного Роя Появлялись Уже Бронзовые Шлемы Панцири Развитых Доспех Традиционный Пластично Нашивной Доспех С кивки Времен Дополняется Чешуйцем И Кольчужным Что Делало Возможным Более Маневренный Бой С Оружие Коловы Дружинников Защищались Шишаками С Доконечными Шлемами Также Защитные Через два Включали Щиты Доспехи Кольчужды Наручи И Панцири Так Далее Вот Такое У нас было У славян У воинов У ратников Наши Традиционные Вооружения И Оборонная Защитная Надежда Ратные Обряды Посвящения Ратные Обряды Посвящения Оборотничество Инициации Залицемет Играет Меч С мечом Обряды Исполнили Священные И Мрачные Воссели Перед Холмом И Внем Ратные Вдохновения Автор Доевский Таких Слов Конечно В реврядах Обсвящениях Совокуп Обряд Это Совокупность Действий Установлены Традиции Или Ритуалы Скажите Путники Странсея При Обрядовых Действиях Войны Славяны Кому Обращались И Кто Был Покровительством Войнах На Руси Докретьянской Продолжение следует Из Мифологии Мы Знаем Что У нас В наших Традициях Северных Покровитель Воинов И Правитель Небесных Войнов Был И Есть Бог Перун Бог Громовершец Славянский Бог Перун Бог Громовершец Исключительно Сильный Благородный Воинственный Бог Защитник Слабых Наказывающий Мечом Врагов Своей Родине Предводитель Воинов Славяне Обращались К Перуну Выходя В походы Проводили Обрядовые Действия Посвящение Посвящение И так далее Любой народ Имеет Свои Родные Традиции Формировавшиеся Веками Под влиянием Множества Факторов Важнейших Из которых Это Географическое Положение Климатические Условия Преопределяющие Антропологические Данные С каждой Каждой Нации Ее Обычай И бытовой Уклад У древних Славян Праздничные Календарные Обряды Приобретали Магический Смысл Совершая Например Охотничий Танец Люди Подражали Охоте На зведели Птиц Воспроизводили Движение Проварки Во время Танца Поражали Копьями Стрелами Фигурки Или Изображения Животных На которых Предстояла Охота Люди Были Уверены Что Правильно Совершив Обряд Не обеспечит Удачу То же Самое И с Воинским Делом Войны Пронизали Фигуры Нарисованных Противниках Копьями Творя При этом Танец Перезаклимений Обращая К богам Региозное Празднество Жителей Развивавшихся Городов Древней Руси Купечества Воинских Дружин Ремесленников Рыбаков Охотников Имели Некоторые Особенности Эти Эти особенности Определяли Прежде всего Характер Жизни Этих Слоев Населения Строили Строили Святилища Призванные Охранять Творщины Сохраняли Исторические Свидетельства Существования На Руси Самобытных Ратных Традиций Обряды Пронизывали Всю Жизнь Древнего Война Поскольку С помощью Их Старался Он Отловить Старался Он Задвинуть Неминуем Глодейку Смерть Защищаясь От страха И Сохраняя От населительного Спокойствия Необходимое Для Выживания И Выполнение Боевой Задачи Мужские Боевые Обряды Имеют Свои Характерные Особенности Зачастую Уникальные Для разных Местностей И социальных Групп Особую Священную Ценность Для Воинов Имеет Оружие Оно Символизирует Божественное Начало Оружие В центре Всех Основных Моментов Жизни Войны Оно Дается Ему Как дар И Мы Также Вспоминаем Из книги Ярова Бола Приключений Ярова Бола Когда Китов Раз Отправляет Учеников Своих Когда Они Получают Оружие С ним Соединиться То есть Такое Посвящение Обрядово Написано В мифологии Оно Дается Как дар Когда Он Вступает На Возраст Совершеннолетия Коль Скоро Юноша Воин В состоянии Вводить Оружие То Оно Сидит Из Своего Возраслевшем Состоянии Особый Вид Присяги На Оружие Взаменует У север Народов Вступление Военных Дружин Дождя Существовавшие На Руси Ритуальные Поединки Славили Богов И бойцов Ботовались И состязания Борцов На свадьбах Когда Выходят Бороться Пиаджи Михайя Есть Это Древние Обычки Кольге Жив И до Сих Пор Вот Иногда Вспоминаю Почему Думаешь Что Это Свадьба Без Драки Вот Откуда Идет Де Обычай С Течением Времени Во многих Изменился Смысл Этих Игрич Некогда Симулизируя Борьбу Природных Сил Он Приобрел Развлекательный Характер Молодецких Потех И Забав Базлов Пишет Обрядовые Действия Постоянно Воспроизводили Древние Архетипические Образы Славянской Мифологии Тем Самым Сохраняя В народе Традиционное Восприятие Времени И Привычную Пространственную Космогоническую Систему Не стерчено Что в древности Кулачные Бои Были Призваны Не только Поддержать Обороноспособность Боевой Родовой Дружины Но и Защищать От темных Сил На уровне Мистическом Обрядовые Обрядовые Пляски Также Входили Как Это Буза Или Скабарь Заправдались Комплексом Ритуальных Действий Выраженных Также В песнях Вызывающих Частушках Символики Одежды В тегон Движения И Обращений С оружием Особое Ломание Перерастает Виртуальные Поединения Часто Происходящие Состояния Измененного Сознания Обрядовый Бот Ставлен Рядом Обрядовые Действия Что Подчеркивает Его Древнее Сокраинство Многие Дружинники Носили Красные Щиты С Разнообразными Изображениями Калаврата Такие Щиты Несли Не только Прямую Функциональную Нагрузку Защищая От стрел От ударов Мечей И копий Но и Сам Магический Символ Калаврата Защищали Войны Солярные Знаки Условен Часто Составляли И орнамент Площа Война Помогая Быть Своей Среде Вот Скажите Вот Почему Использовался На счетах Именно Калаврат То есть Вращение Против 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 Солон Так Скажем Кто Может быть Знает Хотя Должны Знать Наверняка Многие Присутствовали На наших Беседах По Магии Тела По Лабиринтам По Пониманию Торсионных Полей Светочрыц Это Двойные Действия По Солон И Против Солон Объединенные В Единые Это Умение Обработать Двумя Потоками Восходящими И Восходящими Два Вращения Мы Говорим Об одном Околовраде Калаврат Это Движение Воправленное Вовне Сидущее Восходящий Поток Имеющий С Восходящим Потоком Ис Нисходящий Поток Имеющий Силу То есть Мужскую Силу Силу Направленная Вовне То есть На Разрушение На Действо Вовне А По Солон Это У нас Женский Тип Так Скажем Работающий Вовнутрь Вот Какие Щиты Наносились Солярные Знаки Так же На щиты Наносились Знаки Еще Мы знаем Знак Перуна Несомненно Обрядовое Значение Милая Одежда В воина Так Как На одежде Имелись Особые Узелки Можно Назвать Что Это Пережиток Древнего Узелкового Письма На Подвязках Малой Походной Сумки На Креплении Броней Оружия Но Мы знаем Из Славянских Наших Традиция Это Назывались Наузы Когда В воине Вязали Особые Узлы С Заговорной Магией Для Обережения Себя В бою Также Частью Костюма Русского Воина Являлась Являлся Нож Который Помимо Основной Функции Является Также И Хорошим Оберегом Все мы знаем Из наших Традиций Когда Проводим Определенные Обрядовые Магические Действия Или Гадательные Практики И Других Мы Проводим Круг Обережный Мужичьим Ножом А Женским Ножом Мы Открываем Воду Итак Посвящение Инициации Посвящение Посвящение И Инициации Я вижу Призрак Свято Вита Меж Облаков Кругом Него Святая Свита Родных Богов Бальмон Предназначено Для перехода Человека Из одного Статуса В другой В частности Включение В некоторое Сообщество Обряды Ритуалы Инициации Так называются Переходным Или Посвятительным То есть Посвящением Наставники Проводили Инициации Так Что у молодых Людей Происходила Коренная Перестройка Психики Снимались Глубинные Страхи Вырабатывалась Искреплялась Но бессознательно Мудренные Навыки Взаимодействия С новыми Товарищами Подростки Становились Взрослыми И как следствие Получали статус Полноправного Членного Общества И новое Право Право Быть Воином Право Вменьшину Право Заниматься Созидательной Магией Любая Инициация Молодой Взрослой Строится По схеме Умирания И воскрешения То есть Умиралась Одна Ипостась Подростка Воскрешался Взрослый Иначе Прежде чем Перейти На Новый Качественный Вровень Человек Должен Испытать Человек Должен Испытать Частичные Разрушения Подавления Агрессивное Воздействие Извини Таковой В условиях Инициации Является Символическая Деградация Человека До состояния Зверя В ритуалах Посвящения Будущего Воина Особое Место Занимает Обряды Целью Которых Было Предание Телу Воина Неуязвимости Как от оружия Так и от яда И болезней Будущий Воин Проходил Через процедуру Закаливания Тела Снаружи Изнутри И по окончании Обряда Подвергался Испытанию На Неуязвимость С применением Различного Рода Оружия Подготовка К инициации В древнейшем Виде Делось Течение Многих лет И представляла С собой Некий поток В ходе Последования По которому Человек Двигнулся От пассивного Состояния Ребенка К активному Состоянию Полноправленного Детеля Будущего Родителя И Творца За время Своего Многолетнего Инициированного Обучения Мужчина Будущий Воин Получал Сакральные Знания О таинствах Мира И Человеческого Существования Через мифы Переданные В ходе Инициации Он узнавал Священную Историю Кремени Космогонические Деяния Богов И предков Которые Было Жизненно Необходимо Знать И Которые Надлежало Неукосем Следовать Обучение Военной Магии Искусству Пронимали Естественно Центральное Место В процессе Подготовки Война Само Воинское Посвящение Проходило В нескольких Кругов Первый Круг Это Была Проверка На физическую И духовно Выносливо К стойкости Испытаниям Истязаниям Способ Проверки И смогло Быть Весьма Много Они Подобны Испытаниям Войны У всех Народов Вторым Кругом Была Проверка Стихий Огнем Землей И водой Огонь Стихия Покровительствующая Всему Воинству Новичку Нужно Было Пройти Босиком По огненной Реке Дорожки Из горячих Углей При этом Не обжить Себе Ноги Или Хотя бы Не показать Виде Боли Сильные Ожоги Жалобы Говорили Они Достаточно Сили Духи Посвящаем Его Для Более Высокого Для Более Высокого Уровня Уровня Один из Испытаний Было Проведение Ночи В ней Необходимо Поповести Два Без И Хотя Один Полный Дневной Цикл Сутки Невзирая На темноту Голод Опугающие Звуки Наносящие Сверху Третьим Кругом Была Проверка Собственного Воинского Умения Здесь Новичка Заставляли Вести Бои С Опытными Дружинниками Вскрываться От погони Догонять Самому Бой Велся Как Голодными Руками Так И Слепому Безумству Если Новичок Проходил С честью Все три Круга Урочный День Вся Дружина Собиралась На капище Где Жрец Проводил На нем Обряд Воинского Посвящения Здесь Молодому Воину Давалось Новое Имя Что Занимовало Новое Рождение Человека После Того Как Будущий Воин Доказал Свою Пригодность Он Дает Клятву Присягу Богам Князю Водистворяющим Божественную Власть И Пронсит Жертву Требу После Поры Обучения И успешного Прохождения Испытаний Наступала Пора Вознаграждения Оружием Конем Упражной Одеждой И защитными Доспехами Затем Происходили Кровные Братания Молодого Война Со Старой Дружинниками Такое Братство Порой Почиталось Выше Генутробного И далее Пербрачина Воинское Посвящение Частью Устраивали В летний Дерилин День Праздник Праздник Проводился В два Этапа Вечерний Зачин И Утренний Проводились Также Обряды В периодный День Либо Другой Славянский Праздник По Сокласованию С волхами Общины Или Живоеводой Дружины Необходимо Помнить Что существовало Множество Различных Вариаций Хотя В различных Славянских Племенах Существовали Основополагающие Ритуалы Здесь Хочу Тоже Обратиться Книге Приключения Ярового Бога Когда Отец Велес Его отправляет На ученичество Китоврасу И Они Проходят Начальные Этапы Чтобы Начать Учение Пройдем Испытание Первое Воспытание У них Было Силой Волевых Качеств То есть Их Отправляли В лес Принамечались Они Должны Были Добраться До своего Ученического Скида Где Проходили Обучение И В определенный Срок Второе Воспытание Было На Так скажем Психологическую Устойчивость То есть Китоврас С помощью Китоврас Кимематических Определенных Моментов Делало Влияние На Ученика И Вот здесь Вот Именно В чем Выражается Это Просвещение То есть Устойчивая Психологическая Устойчивость Психика К определенному Изменению Ситуации Человек Когда Ученики Выдерживали Это Понимало Что У него Достаточно Крепкая Психика Чтобы Быть Воином Чтобы Не поступить И Не сломаться В ответственные Нужные моменты И Третье Посвещение Было Учеников Они Брали Оружие И Ну Об этом Говорили Они Соединяли И Сходили В лес Разводили Костры И Вот Именно Проводили Обрядовое Действие Позаведение С оружием Вот Такие Были У нас Посвящения Проводились У наших Войнах До Обучения Из Мифологии Мы видим И После Происхождения Обучающих Обучения Хочу Зачитать Слова Покровом Вечной Тишины Среди Лесов Глуши Далекой Живут Седые Толганы К Предметам Мудрости Высок Все Мысли Устремлены Все Слышат Голос Их Ужасный Что Было И Что Будет И Грозные Воды Подвластные Гроб И Самая Любовь Пушкин Вот Мы Говорим С этим Словам Перейдем К Оборотничеству Тоже Была Неотъемлемая Часть Специальных Войнов Которые Умели Оборачиваться В Зверей В Древних Мифах До Европейских Народов Вожди Вожди Войны Вожди Возвращающие В образах Волков Не способны К такому Превращению Войны Словяне Были Издревле Знакомы С умением Вызывать У себя Эти Состояния В особо Психофизиологической Активности Отождествляя Себя С каким-либо Животным Волком Собакам Медведям В этом Состоянии Боец Не чувствует Боли Способен Мгновенно Уклониться От летящего Него Оружия Находясь В боевом Трансе Становится Неуязвимым Для врага Многие Могут Воспомнить Замечательную Русскую Сказку Которую Главным Героем Является Вольга Богатырь В ходе Повествования Богатырь Подчеркивает Попрыгивает Вверх И траекторатно Перевернувшись Сели себя Оборачивается Серым Волком В родственной Славянской Скандинавской Традиции Известны Берсеки Берсерки Войны В бою Впадающие В особое Иступление И приобретающие Качества Хищник Зверей Полков Медведей Нурисей Святослав Покоритель Хазар Черный Булгар Брыл голову Оставляющий Прять его Рост Новый Бул И носил В одну Мухи Серегу Из двух Земчужин Рубина Утверждают Что Наполе В бою Он дрался Рыча Как Звери А его Войны Издавали Дикий Пугающий Увой Святослав Был Достаточно Могущественным Сильным Войном Для того Чтобы Полностью Отвинуть Старый Мир И впитать В себе Силу Мужества Войнов Хищников В различных Посвящениях В закрытые Общества Ереческие Воинские Применялся Обряд Оборотничества Связан С мифологическими Древними Представлениями Возможностями Переоплощения Развитие Мышления Человека В разных Районах Зимного Шара Проходило По одинаковому Поэтому Мифи Легенду Сказания Сказки Бывают Удивительно Схожи По сути Посвящение Оборотничества Нужно Были Затем Чтобы Человек Смог Периативного Качества И Отделиться От Непосвященных И Чужих К примеру Уйдя Волга Соединить Себе Черты Неутомимого И Грозного Хищника Неразумного Человека Вернувшись К Древней Идея Единства Природы И Человека И В конечном счете Лучше Понять Что Ж Такой Человек Обычного Война В качестве Своего Покровителя Избирали Сильных Военностей Животных Хищников Волк Медведь Собака Ягуар Леопард Лев Орел Сокол Ястреб Сова Согласуя Не Не Столько Сильным Сколько Мудрым Ворон Филин Даме Кошка И Опять же Волк Медведь Поскольку Знахари Также Считали Себя Ловителями Со Злой Считали Сворительными Со Злой Силой Многие Практики Были И Через Огонь И Через Ножи Втыкавшие В пень Через Пень Придевали Оборачиваясь И Потом Обратно Возвращаясь Человеческое Обличие Ритуал Превращения Человека В зверя Включал Надевание Звериной Шкуры Особое Экстатическое Танце Также Употребление Особых Веществ Создававших Уници Уници Эффект Самого Перерождения Будущие Воины В ходе Древней Славянской Инициации Учиться Перерождаться В тотемного Животного И становиться Членом Мужского Союза Проведить Специальные Звериные Игры Испытания Ритуальное Перерождение У волков Или псов Медведей В древности Было характерно Для многих Индоневропейских Народных В частности Для Про славян Балтов Германцев Кельтов Важно было Понять состояние Перехода Из словесного Уровня Восприятия Мира То есть Человеческого Бессловесного То есть Звериное Это умение Позволяло Необходимо Еще для того Чтобы научиться Отключать мышление В трудной ситуации Когда Времени Нам Думни Уже Не было И нужно Было Делать То Что было Единственным Необходимо Для Вживания Подобные Обряды Равно Как и Волинские Охотничьи Другие Ритуальные Действия Требовали От человека Серьезной Подготовки Поэтому Воинская Подготовка Становится Повседневным Возникает Постоянный Ритуальный Центр Для просвещения Церемоний Посвящения Известных Места Расположения Обособляются Группы Лиц Ответственны За проведение Церемоний Посвящения Проводивших Испытания Посвященные Наставники Делали Все Необходимое Чтобы Посвящаемый Мог Превысить Свои Возможности Обильно Черпая Силу И сноровку У Хтонического Зверя Вот Мы Рассмотрели Определенные Обрядовые Действия Инициации Оборотничества В наших Традициях Давайте Посмотрим А что же Нам В нашем Народном Воинском Фольфлоре Блин Блин Исказания Все Что было Повторится Ныне И опять Затуманится Ширь И останутся Двое В пустыне Небе Бог На земле Богатый Волошин Максимилиан Эпос практически Всегда Историчен Русский Героический Эпос Собрал Себя Мотивы И Образы Сложивши В общем Славянскую Прославянскую Даже Дославянскую Общение Европейские Эпохи Слушиваясь И вдумыв Самого Слова Богатыри Мы Понимаем Как Происходение Слова Бог Корень Которого В индиарийских Языках В частности В древнеиндейском Или Древнеперсидском Где Оно Означает Повелитель Счастье Отсюда И богатство Которое От бога И богатырь Боец Воин От бога Защитник Добытчик Счастья Главное Качество Богатыря Это Воинская Доблесть И Старание Его По Защите Родной Земли Это Отражало Действительность Того Времени Достоинства Богатыря Проверяются В сражении И В неравном Бою С этим Связанной И композиции Болины Кульминационным Событием Которое Будет Именно Сражение По мнению Видного Русского Историка Соловьева История 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 Подобная История Других Государ Начинается Богатырским Или героическим Периодом Старая Русская Песня Очень Хорошо Определяет Большего Человека Богатыря Или героя Сила По Жилочкам Так Живчиком И Переливается Грузно От силушки Как От Тяжелого Беремени Мужи Или Богатыри Своими Подвигами Начинают Историю Этими Подвигами Их Народ Становится Известим У чужих Народов Эти же Подвиги Своего Народа Становятся Предметом Песень Первого Материала Исторического Рассказ Самый Рассказ О Подвигах Богатырях Чародея Приобретает Чудодейственную Силу Море Утихает Когда Раздается Песня Богатыря Тут Верь Про Добрыни Старину Скажут Синему Морю На Тишину Вам Всем Добрым Людям На Послушание Это Старинное Оформенное Присловие Показывает Нам Что Богатырские Песни Первые Раздавались На Тех Лодках Которых Черное Море Прозвалось Русское Вот В Этих То Условиях Возник Расцел На Руси Богатырский Эпос Блинные Герои Живут Многословен Эпическом Миле Вместившем Себя И Реальные События Личность Истории Руси Еще Более Архоичные Представления Про Славян Сохромившиеся Только В устных Преданиях Старину Глубок Название Блинны Установилось За русскими Народными Эпическими Песнями Сказанием О Богатырях И Добрых Молодцев Которым Описываются Их Подвиги Деяния Каждая Этих Песен И Сказаний Говорит Обычно Об одном Эпизоде Жизни Одного Богатыря И Так Обором Получается Ряд Песен Внешний Открывочный Характер Все Блинны Кроме Единства Описываем Предметах Характеризуют Единством Построение Независимый Дух Блинного Русского Опаса Является Отражением Старой Вечной Вечевой Свободы Сохраненной Богатыря Вольными Казаками И Свободными Крестьями Незахваченными Крепостным Правом Дух Общины Воплощения Блинны Соединяет Русский Эпос И Историю Русского Народа Исполнителями А часто И Слагательными Песнями Были Были Замечательными Дневнерусские Хранители Традиции Артисты Музыканты Поэт Известный По имени Баян Гуслеров Скаморохов Не даром Самых Были Нехани Выводятся Исполнители Были Истинными Артистами От Умильной Игры Которые Все Князи Бояре Те И все Эти Русские Боготари Все же За столом Призадумались Все же Призаслухались И гимн Некогда Массив Мифологии Распался Современем Породив Два Направления Воинские Обряды И богатырские Сказки Блины И предания Также мы видим Наши волшебные Сказки Которые Являются Своинским Своинским Смыслом Древние люди Думали Что с каждого Что каждое Племя Происходит От какого-то Предка Животного Такой предок Назывался Тотемом А верование Тотемом Можно думать Что сказочные Медведи Волки Орел Сокол Воронович Вспоминания Тех времен Когда люди Верили В тотемы Мир волшебной Сказки Мир волшебной Сказки Мир многобожия Мир многобожий То есть Язычество Человек Соприкасается В них С древними Властителями Природных И Постусторонних Сил Солнце Месяц Ветер Мороз Водяной Морской Царь Леший Колдун Ведьма Волшебными Навыками Перевоплощения Проникнуто И первая В древнерусской Литературе Воинства Повесть Слово О полку Игореве Основой Поэтики Которые Скорее всего Увелялись Волшебные Сказки Об этом Сидит И магические Превращения Словит Человека В живот Или птицу В образах Вещего Бояна Сислава Полоцкого Князя Игоря Иоглура А также Святослава Киевского На протяжении Веков Несмотря на Попытки Дословного Дословного Пересказа Происходил Процесс Искажение И забывание Исходного Смысла Древних Мифов Истории То же самое Прорисло И с нашими Двоими Сказаниями Начинается Волшебная Сказка С того Что главный Герой По тем Ими Причинам Покидает Родной Дом И обычный Мир Поиски Сражения Все Что совершает Прессонанс Волшебной Сказки Чаще Происходит В чужом Странном Мир В медном Серебряном Золотом Царстве И далеком Тридевятом За тридевять Земель Тридесятом Государстве Домой же Герой Вращается Уже Преображенным Воином Победителем Украшают Волшебную Сказки Разные Прибалутки Присказки Коротенькие Шуточные Зачинные Часто Стихотворные Было Это Дело На Море На Острое Кедание Стоит Древо Золотые Маковки По Этому Древу Ходит Кот Бою Вверх Идет Песни Поет А вниз Идет Сказки Сказывает Сказка Ложь Домей Намек Добр Молотен Урок Это Традиционно Окончание Нужно Напомнить Нам О том Что Всегда В сказке Есть Намек И Понять Который Зачастую Может Только Человек Которому Были Даны Ключи Сказкам Важно Не лениться И не мечтать По-пустому Также В Оликлоре Были И Ратные Заговоры Древний Человек Верен Святость Происне Чёрных Слов И Когда-то Они Уладались Крайными Значениями Не Расходились Сделан Речь Это То Что По Зрению Древних Де Отличалась От Животных И Болна Не Спаслана Сверху Недаром Дар Косновечия Так Ценился Во всех Странах У всех Народов А раз Это Божественный Дар Существует То С помощью Его Можно Договориться С Свощими Силами Надо Только Знать Как Это Сделать Для Этого Существуют Специальные Люди Волхвы Жрецы Бедуны Знахари Существует Определенное Сочетание Слов И звуков Которые Могут Донести Твою Просьбу Послания До Ушей Бога И Развиснет Божество Живущие Вокруг Нас И Можно Также Отметить Что Воинские Заговоры Сопровождаются Сопровождающие Обряды И по Форме Значительно Отличаются От Целебных Заговоров У Наговоров Военных Заговоров Более Мрачны Повелительные Интонации Можно Говорить О Большой Относительности Этого Деления Поскольку Во множествах Заговорах Как и в Самой Жизни Смешивались И Светлые И Темные Например Воинских Заговорах Приказывали Пулям И Стрелам Лететь Во Врагов Презнося Им Страдания Смерть Любовных Прислушивали Жертву Во Благо Заказчицы Лечебных Предлагали Болезни Подкинуть Это Тело И Переселиться В любой Другой На Выбор Или На Ущелье Верили Что Текст Заговора Изменять Нельзя Иначе Ослабляет Его Сила Поэтому Не Надеясь На Память Заговора Записывали Сложилась Даже Письменная Форма Работование Однако Несмотря На Заговор Как и Все Фольклорные Увеления Были Подвержены Изменению В Эпических Заговорах Были Постоянные Элементы Построения Зачин Молитвы Наступления Эпическая Часть Описание Прядом Действий Выражение Пожелания Закрепка Не Концовка Обычно Действие Происходит На Море Океане На Острове Буляни Посреди Которые Стоит Медный Столб От Земли До Неба Железный Тыль Мы Еще Говорим И Лежит Белгори Алатырь Камень Действие Также Может Разворачиваться И В Горах В Чистом Поле Выйду В Чистое Поле К Океан Море И Так Далее Построение Загрепостит Собой Последует Заговор Последователь Сочетания Формул Фольклорная Формула Устойчивая Словесная Конструкция Как правило Ритмически Упорядоченная И имеющая Характер Законченного Суждения Пословица Поговорки Относительно Героического Духа И тела Присутствовали В Фольклоре Пословица Краткие Поэтические Формулы Народной Мудрости Несущие Силу Те Закономерность Пословица Поговорок Обычно Нет Авторов Вряд Точно Знаем Появление Местных Создания Пословица Поговорки Вобрали В себе Народную Мудрость Накупленную Веками Им Свойственна Афоритическая Сжатость И Точность Суждений А Самых Различных Странах Жизни Передаваясь Из уста В уста Пословица Поговорки Шлифовались Совершенствовали Приобретая Определенную Точность Меткость И Лаконичность У каждого народа Свои крылатые Выражения И отражающие Особенности Его быта Исторические Судьбы Национального Самосознания А скажите Может быть Кто-нибудь Сейчас Может написать Словом Вговорки Короткие Афоризмы Про Войнов Напишите Афоризмы За Афоризмы бревно не плывет против течения воин не бежит от сражения что воля что не воля одна доля крепко рать воеводы не ставь недруговцою оставь его волком до 1 в поле него косу острят на траву меч на голову идти на рать куле у поля встал как бей наповал своя земля и горсть у него где там кто родится там пригодится русский не с мечом низкого чем не шутит храбрость города берет борт вагу любит сам придавая товарищи сам пропадает пардон меня есть сам пропадая товарищи вручай воин в поле воюет да не хвались поезда и набрали хвались по набрали съезжающий воин в поле воюет а жена дома горюет не тот боец что противника на зиму уронит а тот что вовремя сумеет увернуться кулаками сразу начинает работать только тот кто не умеет работать головой кто гнев одолевает тот крепок бывает вот нас такие поговорки внесут глубокую их суть давайте рассмотрим музыку и песни военную музыка и пение у многих народов происхождение музыки музыкальных инструментов песен связано с природными явлениями и владыками гроз вьюг и ветров при грезные обряды в честь перуна бога громой молнии стребога бога ветров лады и так далее сопроводались пением плясками игрой на музыкальных инструментов и заканчивались общим пиром вот у нас скоро будет праздник кого мы будем славить и риму да скоро праздник и мы любим открывание земли матушки и с ней и так далее сопровождались пением плясками игрой на музыкальных инструментов и заканчиваясь в общем пиром звуки духовной музыки рождаются благодаря вдуванию воздуха в инструменте дуновение ветра воспринималась нашими предками как исходящее из открытых уст богов мифическое представление сочетавшие с музыкой сделали их священной необходимой принадлежностью обрядов и праздников музыка и песни могут звать в бой как боевое знание как призыв полководца музыка и песни на войне помогают бойцам выстоять вселяет силу и бодрость духа не дают ожесточиться омертветь душой во всех боевых искусствах всего мира песни отводилась особая роль она позволяла сплотиться почувствовать частью единого целого снять психофизическое напряжение быстро достичь необходимого для делосостояния тем большее значение песни имела для русского воинства где всегда сильны были общинные отношения особенности для казаков которые воплощали в себе традиционную культуру русского воинства песни это огромный пласт русской воинской культуры без нее немысленно представить традиционное воспитание войны русская мужская воинская песня особая манера исполнение все это до тех пор живо пока есть люди которые сохраняют традиции к сожалению советское время носительными исполнители войнской песни были практически уничтожены многое делалось для того чтобы говоря о народной песне люди представляли себе тоскливо или на ротчика веселое пение хора бабушек а при упоминании военных песни сладкоголосое пение солистов военных ансамблей с такими песнями бой не пойдешь именно поэтому необходимо возвращаете улучшать традицию он традиционную песенную культуру прежде всего в наших армии песни в народе и в армии продолжают жить видоизменяясь и возвращаясь на круги свои вот сейчас мы подойдем к такому моменту воинские умения и рукопашную и рукопашный бой что мы здесь рассмотрим воинские умения рукопашную боем рассмотрим значение воинских навыков рукопашный народный бой рассмотрим вот эту цепочку наших традиционных боевых искусств не так скажем не с восточными уклонами а именно наши традиционные которыми обучались наши войны движение танцы и игры боевые танцы плясы и вот эти навыки которого воспитание было игрой искусство воинской схватки 2 как история человечества и нет ни единого народа который бы не был с ним не знаком существовало она и на руси почти постоянно находящихся в состоянии войны следствием своего положить положения на стыке запада востока севера и юга это свидетельствует что литературное свидетельство были не песни народные заговоры о береге ибо будь сближен от топора от пищали от татарской пики от стрелы калий колени каленые от борца от кулачного бойца сегодня когда усиливать интерес духовного наследия наших предков предпринимаются попытки возродить нашу традиционные русские военные умения и рукопашные схватки полной ясности большинство исследователей русской истории единогласно сходятся в общем не существование на руси национальной культуры по и в одиноборств имеющих свои отличительные особенности возможно существовал институт подготовки особых магических войн их играющих судьбе своих соплеменников в роли символа божественного покровительства и воплощения священной силы рода по сей день во многих воинских искусствах имеются древние корни мы наблюдаем это видим ритуальные движения имеющие некий магический смысл войск у меня была частью народной жизни помогала быть готовым в любом момент стать на защиту родной земли многие определяют такое понятие как вот где ты родился которые предки какой культуре воспитывался русские боевые системы то лишь один из пластов срезов русской культуры но почти не встречаем русской письме с писания воинской подготовки древних аркиборцев но мы можем это посмотреть в мифологии подготовки воинов в книгах особых воинов я уже говорил книгах алексеева где о засадном полке написано как подготовка велась воинов то есть есть и в наших наследиях исторических моментах как были подготовлены войны как мы передавали это наследие и никуда нашим так скажем нордическая северная боевая система никуда она не делась нам так и хранится и передается и сейчас она уже в доступности эта боевая система чисто наша традиционная где мы превосходили во многих противников она многие конечно системы которые сейчас имеются они имеют так скажем чуть-чуть с восточным уклоном но есть есть наше боевое искусство наше ремесло оно просто и доступно одна из причин древнейшего стремления предков из устной передачи сокровенных знаний к ним относились боевые искусства многому в этой области возможно обучить только на телесном уровне показать передать поправить на уровне чувствования и на уровне видения огромное начало и милая борьба с тренажными традициями древних славян покровителем воинов считался грозный перун его честь устраивали состязание обратно на мастерстве на этих игрищах и служениях постепенно складывалась своя система боя оттачивались воинское взаимодействие передавались традиции победившие передавались традиции когда пришло христианство победившие непримиримую борьбу начала вести свидетельство с нашими ведическими обрядами свержение перуна и так далее так далее многие запреты на древние воинские традиции и игры были но все равно как бы не боролись как бы не запрещали как бы не уничтожались наше знание сокровенное все равно сохранились они есть они севере сибири где именно в нашем в традиции в нашем стиле эти именно эти учения не с какими-то там восточными уклонностями когда-то боевое искусство являлась результатом развития и развитие внутреплеменного и межплеменного общения особенно при переходе от общения в государство это видно из традиции разрешения территориальных споров ну по слояногорицкая вильярд можно еще тут посомневаться она не является чистым искусством традиции и так маленьком у каждого как говорится свое право у славян воинов вот на руси вплоть до куликовской битвы сражением передворялась единоборством так свидетелю повесть временных лет в года девятьсот девяносто вторых подъехал князь печеневский вызвал владимира выпустите своего мужа а я своего и пусть поборются если твой муж поборю бросит моего на земли то не будем воевать три года а если мой то будем разорять вас три года и удавил уж печенежина руками до смерти и бросил озер раздался крик побежали печенеги и гнали за ними русские избивая их славянов воинов вооруженным холодным оружием преобладала техника получившие название сечи когда движение войн определялась траектории меча или сабли русский мужик ополченец успешно тоже мог использовать заостренную палку дубинку или камни поскольку в условиях почти постоянного натиска с разных сторон не было времени до красивых воинских ритуалов во все времена больше оружием имел огромное преимущество по отношению к невооруженному единоборству безоружный бой развивался на заре своего появлением как угодно богам обрядовая игра проходящая без пролития родственной крови оружие обязательной частью любви обрядов древних военных а танец оружием изображавший боевые движения имел культовый характер и передавался как знание из поколения в поколение сохраняя преемственность и своей сложности боевое искусство не было достроением широких масс ну тут я наверно могу тоже сказать что сложность родинка может быть не было во время становления и укрепления государственности укрепление государственных простым людям занятым трудом было просто не когда совершать воинские навыки боя я просто не позволили бы делать это профессиональные войны лишь воинских союзов дружина регулярная хотя многие дружники на своем уровне достаточно легко и свободно умели всегда обучались рукопашному бою и владели понятно что многие воинские войны союзы дружинника они действительно внутрь их рассказал был труд лишь воинских союзов дружинах и регулярной армии людям прививались навыки необходимых для ведения боя с оружием преподавался снова настоящего русского боя после распада но при созыве ополчения обычно выдавалось простейшее оружие ополченцы обучались простейшим приемом боя и судьба данного войска была незавидна основными качествами на которые рассчитывал русский воин той эпохи в бою являлась ловкость гибкость высота реакции вот вы не боец это ну там же стоит указать что на некоторое развитие в терминах воинской боевое искусство воин и боец не совсем одно и то же вот я сказал что боится боец даже вот все наши есть бойцов еще надо дали в то боец на руси называли забойщиков sky то боец в позднее время народом понимания этот человек искусственно владеющий кулачным боем или боем палочным из этих бойцов еще надо было сделать настоящих войну что значит у нас рукопашный народный бой до христианской до христианской руси игры бы и бои обязательно включались магическую обрядность связанным земледельственным событиям календарного года со звадебным и похоронами и другими актуальными действиями вот и как пишет известный этнограф прошлого века сахаров и девицы разыгрывают хоровода молодцы бьются на кулачки и борются один поединок был распространенным способом вывести отношения доказать свою невиновность добиться чего-либо поединку обязательно предшествовал вызов отказаться от вызова было значит покрыть себя позором поединок являлся священным действием и оба участника должны относиться к нему соответственно он мог как проходить со свидетелями так и безусловно как на равном оружии так и на не очень но чаще среди своих вот ритуальные поединки между двумя стороны представляют родовые и территориальные социальные возрастные деньги символизируют борьбу двух начал и совершаются как правило над первыми странами но у готов на рубеже календарных сезонов существуют такие понятия как мы все знаем да что у нас длинах обрядовых практик в праздниках всегда происходили пределами кулачные бои и вот и И также существует такое понятие, как драка. Это беспорядочные были поединки в несвязи с обрядовой стороной, возникающей чаще всего на бытовой почве. Также у нас в славянских традициях появились и первопрофессиональные кулачные бойцы. Спорящих либо кулачные бойцы. Согласно русской правде, свод общественных законов, просуществовавшим около 600 лет, судебный тяж бы допускал зарешать на судном поле. Спорящий либо выходил биться сам, либо выставлял родственника. Богатые, как правило, покупали бойца и дохлобучивали на него свою шапку, что означало родовую связь. Образовались целые переулки наемных бойцов. Например, в Новгороде этим славился Неревской конец. У Ключевского упоминается легенда. У Ключевского, как во время Крещения Руси в Новгороде бросились в реку. Бросили в реку Идала Перуна. От него каравалховая щепка, которая зацепилась за Волховской мост. И именно на Волховском мосту стали биться на палках. От множества удоволого народа дельянный мост постоянно рушился, и его постоянно восстанавливали. Высокий уровень подготовки русских воинов обеспечил за тем, что молодежь получала необходимую подготовку в единоборствах. И именно во время боевых игр и игрищах. Бои кулачные, паночные составляли детей, подростков потеху и усиление. Так же часто перед боями пелись боевые песни, частушки и с нашмешками углов. В местах, чтобы быть признанным бойцом, нужно было обязательно владеть особенным рыком и традиционно мужским боевым плясом. И самое главное, что во времена, именно в боевой подготовке у нас ли в древние времена и у казаков ходить было стенка в стенку. Для мужчины было это делом обязательным. Перейдя в категорию житов, там мужики наблюдали бой уже как советчики и судьи. На маслянице, стеночные бои длились целую неделю, а сам бой частично длился с конца утренней службы до начала вечернии. Находились богатели, одевавшие каждую из стенок на свой манер. К несомненным плюсам энергосбережащего окопашного боя это можно отнести относительную простоту и особую размашистую технику ударов и защиты, основанной на силе инерции. Умение вести бой не требует больших мышечных затрат. И даже ослабленный человек способен владеть этой методикой. Отбиться от незамысловатых нападающих. На продвиженном уровне не было заученных приемов. Вообще в наших традициях такого понимания как приема вообще не было. Были движения, были пластичность. Причем делалось именно то, что необходимо было в данный момент. Люди обучались пластике, вернее умение управлять телом. Умение двигаться в волновом движении. Мы уже много, мы уже обеседовали на тему магической гимнастики, магии тела. И это волновое движение, одна из составляющих воинского рукопашного боя. И умение именно делалось то, что в данной ситуации, умение управлять ситуацией нужно было необходимо. И в данный момент подготовленное тело само выделало то, что нужно. И это результат знания умственного и телесного, и чувствовывания, видения. Была необходимость в непосредственном восприятии окружающей действительности. Да, мы сейчас подойдем к этому моменту, Святая Ра. Вот эти упражнения, которые мы рассматривали в наших беседах по поводу магии тела, они несут составляющую, часть нашего нордического воинского ремесла. Непосредственно из нее танцы отлично тренируют, потому что это неотъемлемая часть была воинского, но это будем дальше. Была необходимость в непосредственном восприятии окружающей действительности, что позволяло мгновенно принять единственное правильное решение. Существовала и ритуализированная последовательность технических действий, связанных с древними обрядами. Это хороводы, пляски, бой под музыку и пение. Особенно традиционные пластики состоят также во взаимодействии с землей. Эта закономерность появляется даже в том, что бой на Руси называется рукопашным. Наш народ не зря связал воедино эти первичные понятия на своем языке, а значит и в сознании. Пашню связывают и с душой русского человека, не даром говорят, дуржа на распашку. Да, размашенность, цветами, матросов, яблочко. Это один из непосредственных боевых. Русские эпические богатыри Илья Муроминс, Микола Селянович, крестьяне пахли. Вся дружина в Ольге не может бросить сошку и Миколы за ракитовый куст. Приемы схваток были разнообразны. Подтверждением тому служат старинные русские выражения, как, например, «Москва бьет с носка», имеется в виду удар носком ноги. Широко используется и в кулачных поединках, в увечных и в кулачных поединках. Интересное название. Можно увидеть, как заломить, подломить, метнуть через грудь, взять на косу, бедро и так далее. Один или немногий против остальных, который являлся общенным действием, отголоском коллективной магии, пляска в кругу, переходящая в бой, древненевременная имитация охоты, превратились позже в тренировочную и боевую схватку. Однако из-за равновидности парных поединков, проводимых на Руси, получило название «Охотники бои». Для них были характерны высокие открытые стойки, отсутствие уклона. Одним из главных достойных бойца считалось умение держать удары и терпеть бой. В различных местностях России имелись свои названия борьбы. Один из видов борьбы назывался «всхватку» или «вахапку». Название этой борьбы определялось тем, что борцы захватывали друг друга наискось, цепляя свои руки на спине противника. Этому виде борьбы не разрешало цепляться ногами, захватывать за одежду, разве что взаимному уговору. Также допускали схватки, дозволяющие проводить любые приемы, но без увечий. По-всякому боролись, как это было издревле принято в русских игрищах, до трех раз. По древням бучи выходили на круг, образованные зрителями. Существовала разновидность борьбы. В любой борьбе и как везде соблюдались такие общие правила, которые не нужно было биться по увечью, не бить лежачих и устанавливающий выбор ударов и продолжительность схватки непосредственным перебоем. Сохватки и броски больше применялись в цеплялке. Удары ногами разрешались в старину, в охотницком и вольном бою. И не дозволялись и также в удары в стенки. Так запрещались удары в па, в спину, удары по лежачему. И в определенный отпечаток на технику наложила русская обувь. Конечно. Обувь каблучная с острым краем русский сапог. Носок являлся грозным оружием в увечных схватках, а каблук центром вращения и главной опорой бойца. И всем самым основным и самым массовым были общины и артельные навыки рукопашного боя. Наряду с казачьей боевой традицией и традицией государственных вооруженных сил, спортивной школой и единоборств. Вставал еще один и самобытный канал передачи древних воинских традиций, боевых навыков русско-северо-западная артель кулачных бойцов. И вот сейчас мы посмотрим движения и танцы, и игры. Так, коротко. И вот почему особенности заложенных в этих движениях, вот как говорит у нас по ложной физиологии нервной системы Сеченов, указал в одной из своих работ, что все психические процессы человека для нас с вами постижимы только через движение. Вот в народной культуре это было издавна, когда человек перестает двигаться, он умирает. Движение это было одно из основных свойств всего мира, именно в движении существует жизнь. Необходимо чувствовать ту среду, соответствовать ей, и тогда можно достигнуть желаемого. В связи с распространенным уроком поклонением солнцу солнечная символика нашла и свое отражение формирование боевых движений, большинство из которых строилось на круговом вращении, раскручивании тяжелого оружия, размахи широкой амплитудой, наиболее соответствующем экономичному управлению оружием, которое имеет значительную инерцию. Работа велась на принципе наполненной расслабленности, то есть основывалась на мягких, округлых, внешне расслабленных движениях, наполненных силой. В русском клачном бою и целительстве действия не заканчиваются внезапно и всегда имеют продолжение, как сама жизнь. Однако движение плавно, естественно, переходит в другое, постепенно затухает. При быном применении движения выполняются мягко и упруго, с нарастающим, с нарастанием плотности и скорости при необходимости. И танец славян это, ну вот как что говорит нам Радзавилловская велептопись, данный вид движения знаком знаком нам издревле, он характерен для также царства животных, с плотными, видимым мягкостью, сил, гибкость медведей, львов, ягуаров и волков. Недаром многие сильные люди в унии двигаются именно так, мягко, неслышно и слитно, как волны. Желательно, чтобы это пластичность и движение существовало человеку всю жизнь. Мы уже говорили о том, что волновое движение в наших славян, в славянах это было естественно. Человек двигался в волне и постоянно передвигался. И поскольку это является наиболее удобно и энергосберегающее. Многие упражнения в это состояние там называется как ума, то есть чистый ум, всегда. Вот. Сейчас народный танец один из древнейших видов народного нашего искусства. Он выражает стиль и манеру исполнения каждого народа и неразрывно связан с другими видами искусства и с магией в том числе и с военной. Когда человек научился управлять своим телом не только для того, чтобы охотиться или собирать плоды, но и для того, чтобы отображать свои движения. особенно повадки животных, особенно подражающим животным было развито плевон охотников, которые с помощью подобных движений пытались магически воздействовать на свою добычу. С течением времени человек начал исправить определенные последовательные движения, которые определяли для себя словом танец по какой-то источник ритма. В большинстве индивидуэропейских языков это слово произносит созвучно, что еще раз доказывает, что когда-то данное древнее сообщество людей имело один язык. В древности пляски входили в обязательный круг обрядов родового ведения и исцеляли у всех арийских в том числе и славян. Многочисленные это яркие примеры подбежали сакральный характер боевых танцев. Обрядовые пляски с ускорениями и с спущенными длинными рукавами также имели родовое значение и древнем магическим также славянские танцы круговые хороводы на руси русский хоровод выражает суть мирового круговощательного движения во время плясок было в ходу нередко когда во время плясок в ходу было питье особого напитка также вхождение со сложной ритуальной действия нередко неистое ощущения дав силы обряду падали без чувств и их отпаивали водой на стоябратных трав назначение движения в боевом плясе было как непосредственно прикладное так и условно боевое развивающее и ловкость и координацию поскольку боевой пляс был информационным носителем боевого искусства и способом тренировки прикладных движений само собой что наибольшее распространение он получил среди воинов это казаков казаков солдат матросов и фицеров большой популярностью он пользовался и в артелях кулачных боев вот и давайте сейчас уже вот а и отобраны от нет из движений этносом на протяжении веков наиболее удобные для боя движения передавались передавались пластически вместе со способом дыхания и звукоизлечения на фоне особого психофизического состояния большинство элементов боевого пляса имеет прикладной боевой смысл их неосмысленное повторение приводит к неизбежному искажению плясового архетипа пластики и смысла танца также воспитание у нас было игрой огромное значение для боевого воспитания русичей мили игры это обряды игрой борьба игрой кулачный бой был игрой поэтому для того чтобы пославить бога нужно было на праздники устроить игрища с песнями с писами плясами и противопорств будние дни также разнообразили игрой люди получали от игры удовольствие и радость ощущая свою жизнь гармонию с миром людей и богов вот мы много знаем примеров и воспитание и игрой это и прятки и царь горы и так далее и стенка на стенку и там взятие снежного городка то есть проводились такие обрядовые вернее праздничные игровые моменты тоже которые были так скажем и обучались навыки боевого искусства групповые воздействия в игре необходимы для познания своей сущности ибо вершины достигают только идущие вот так скажем вкратце рассмотрев исторические обрядовые пластики мы видим что главный момент в наших традициях это всегда боевых это умение владеть телом как показывают нам полностью движение что русские воины очень хорошо умели владеть телом ситуацией владеть непосредственным не было у нас никаких приемов как сейчас многие школы показывают стоек тоже в наших традициях северных и энергетической не было никаких стоек которые ограничивали наше движение и просматривая вот общую картину подготовки вольных наши вольные подготовка была и в играх в боевых плинтон в танцах и хороводов владелись полностью что и показывает он именно умение двигаться умение быть волна в волне умение соотношений с природой владу с природой много много говорит о том что не было ограничений и так скажем не было каких-то наложенных стереотипов как воинской традиции человек двигался легко и свободно тело должно разум и воля быть как единые составляющие элементом волнинского ратного искусства и в наших традициях это простота движений умения владения телом всегда выиграла преимущественность и мы были почему и превосходны всех наших так скажем врагов и противников духовный идея основное воспитание выражает прежде всего в идеях и идеалах основополагающим общественной идеей не может не быть национальной так как влияние действия на любви через духовный уклад отражая принадлежность к данному народу этот духовный уклад называют еще душой народа и наиболее ярко проявляется в ногорецком сослове призванным защищать идеалы общество в каких качествах характеризует войну это стойкость это выносливость нашего русского война храбрость смекалка самоотверженность и высочайшая сплоченность и дисциплинирует в необходимых условиях вот завершая нашу беседу многие вот у нас сейчас хотел бы вас просить сейчас многие наверняка занимаются боими искусствами смотрят в школу приходя на занятия прослеживается ли эти занятия и в наших современных школах что вы можете сказать в наших которых идут традициях от Продолжение следует... Я думаю, что в наших традициях достаточно сейчас, может быть, не совсем полностью уделяется внимание нашему наследию, русскому бою и есть школы, которые несут отпечаток характера восточных культур. Но все-таки появляются школы, раскрываются центры, где, пусть пока еще не таким большим, так скажем, количеством этих школ и малосисленности, потому что не приносит... Может быть, таких доходов и опыт обучения... Но все равно я считаю, что нужно комплексно подходить к изучению наших боевой традиций, включая все, так скажем, целостное направление движения. Десятилетиями русские люди изучают боевое искусство азиатских и не подозревают о том, что в сердцевине русского народа хранится память о древнейших воинских традициях, которые они знают себе рану. Наши предки сумели захватить и удерживать их в течение многих столетий гигантские территории Тамура до Дуная. Главным преимуществом была уникальная система подготовки воинов, включавшая не только работу с оружием и рукопашным боем, но и психотехники, позволяющие русским ратникам во время схватки двигаться в несколько раз быстрее, чем обычный человек. А вот, Жени Мира, говорите по поводу того, что на востоке, на востоке было передано знание белых богов и пришедший из Бадхихарма, который принес свою гимнастику китайцам. И там, в восточных культурах, особенно в Китае, есть хорошая система, она аналогична нашим. Система называется Богоцуань, Богоцуань, которая действительно идет от наших корней и от именно Бадхихарма гимнастики. В Израиле, повторяется, это крафт-мага, боевое искусство. Да, это комплексный подход к боевым искусствам, где используется именно целостность, а не разделенность. В Китае очень много разделили искусство, прибрали целостность, нарушенность. Единственное, сохраняет целостность данное направление. В валенках ногами не помашешь, а зачем им махать? Ногами в высшей области пупка никто в русских традициях не поднимает. Это в восточных, да, 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 правильно, понял, извиняюсь, тогда про восток, точно. У нас ногами использовались до урпо и сауровня. И наше боевое искусство, оно сейчас, в данный момент называется, вернее, древнее искусство славян-ариев, это искусство пяти стихий. Боевое ратное ремесло, пяти стихий. Почему пяти стихий? Много мы знаем из мифологии, также вот из приключений ярого бога, да, что он обучался у богов Семаргла, Стрибога. И вот и наши, а потом только попав в дружину Перуна. И вот наше боевое искусство традиционное, оно всегда сочеталось и сходилось с стихийами. Стихийами воды, огня, ветра, земли матушки. И пяток из стихии, это космическая стихия. То есть умение управлять двумя потоками, восходящими и нисходящими потоками. Вот, ну, и мы так уже маленько придержались на всех беседах. Давайте, если у вас ко мне есть вопросы какие-нибудь. На следующем вебинаре мы уже рассмотрим практику и составляющую древнеславянского, славянно-арийского искусства. Искусство именно пяти стихий. Оно доступно, оно просто. И не надо по сорок лет в Востоке изучать его. И обучению подаю за короткий период времени нашим воинам никогда было по многу-много времени обучаться для того, чтобы не обладать знанием. Главная теория задача была обучить свое тело двигаться. Двигаться правильно. И все тогда. И взаимодействие со стихиями. Пожалуйста, если ко мне какие вопросы есть, то я отвечу. Валькирия – это образ женщин. В книге Алексеева написано. Нет у нас предки, не поклоняюсь. Ну, по крайней мере, в северных традициях данной валькирии нет. У нас вот, вы знаете, если мы проходили вебинары, семинары, пантеоны богов в наших традициях, вот, северных, то, что есть, но то и есть. Это возможно у других народностей, славян, потому что многие претерпели изменение названия в связи с определенными переселениями и движениями. Главное, за много поколений сформировались черты, делающие русских воинов и нашу армию лучшими в мире при условии грамотного военного и политического руководства, хорошего снабжения и не вмешательства хитроумных иологов разных мастей. Несмотря на все реформы и победряги, в русском народе остался боевой дух наших предков. Воинские традиции Руси живы, и это показывает наши славные победы в прошлом. Будем же достойны жить настоящим, готовить фундамент для не менее славного нашего будущего. Ну, если ко мне нет вопросов, вот такой наш, так скажем, беседа, где мы просмотрели нашу историю, что наши традиции живы по сейчас и развиваются, дай бог, мы будем преследовать этим нашим традициям воинским и в песнях, в плясках, поддерживая и передавая нашим детям. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. Слава нашим богам. Слава нашим предкам. Слава воину. Богу Перуну. Слава Виллису. Богу мудростей и магии. Благодарю вас за внимание. До встречи. Слава Виллису.